где-то примерно вот в этом месте и чуваков которые у нас спускаются просто стоишь пуся рельсы и поуш софта ну в данном видеоролике проходит конкурс на целых 60 ультра контейнеров которые ты можешь забрать деньгами если контейнеры тебе не нужны и для участия нужно поставить настройку своего аккаунта тег создателя контента вайдер а также лайк данного видеоролику подписаться на мой канал и нажать на колокольчик и написать комментарий со своим ником и словом участвую и все итоги будут проведены на моем стриме стримы кстати проходит каждый день в 18 по мск подробная информация про конкурс в описании тем привет дорогие друзья с вами вайдер и сегодня мы с вами записываем ролик по танчикам онлайн и будем обсуждать тему старых убитых уничтоженных карт которые у нас к сожалению загрызли разработчики до смерти но вот это есть мое сугубо мнение поэтому я его буду выражать и если у вас есть какие-то свои такие вещи интересные то есть не обязательно это связано будет с картами с каким-нибудь корпусом допустим припасом тем саму аптекой вот научу чего не такое вот прям сверх естественно сверх гениально пишите комментарии обязательно все это дело почитаю если что наберу материал по которому мы в следующий раз запишем ролик который я так думаю вам очень сильно понравится может быть и не знаю ну короче пиши пиши освещая всю эту тему и начнем мы пожалуй у нас одной интересной карты которая называется безумие безумие да вот эта самая карта которую соответственно по моему мнению немножечко взяли притоптали убили разработчики сейчас она есть у нас старой вариации только соответственно каких-нибудь клиентах тлвк и устьем здесь у нас соответственно космическая такая прикольная тематика ну то есть первый факт который мне не нравится в этой карте то есть раньше я заходил на карту безумие только лишь потому что здесь было вот такое вот офигительное небо то есть вот то небо который у нас сейчас есть в про битве в как говорится обычно у нас не лунной тематике а ну такое себе я у я вот не знаю мне как-то особо не заходит то есть раньше была такая минимальная соответственно вот эта лунка можно было нормально продуктивно ездить и в принципе неплохо здесь достаточно нагибать вот и еще второй факт как говорится у нас про эту самую карту это нижняя платформа кто вообще не знает кто не в курсе здесь есть вот такие вот спуски у нас незаурядные по которым ребята у нас ориентировались и по которым мы соответственно они определяли свои кемпер точки кемпер позиции то есть была такая у нас фишечка даже я такой темой страдал брал какую-нибудь рельсу или брал какой он шафтика заходишь спускаешься где-нибудь вот сюда вода вот где-то примерно вот в этом месте и чуваков которые у нас спускаются просто стоишь по стрельцы по ушах то ну я это делал обычно стрелька это наверное единственные часы которые у меня набиты на этой пушке я делал нас благодаря вот этой самой карте а раньше опять же не было у нас толком как говорится матчмекинга ну я имею ввиду карты которые создаются у нас по матчмекингу и который существует только матчмекинге вот и раньше ребята достаточно частенько создавали безумие то есть ты заходишь открываешь список карт и в любом случае 1 2 3 4 карты у нас есть как раз таки на вот этой штучке то есть ты заходишь здесь у нас чуваки что-то летают кто-то у нас сверху тусуется кто-то снизу тусуется вот достаточно было кстати здесь у нас прикольные голдики дропались то есть они дропались и снизу они сразу появлялись некоторых местах некоторых местах они у нас летели но в которых местах летели это было прям такое редкое явление вот тем не менее нельзя всегда практически появлялись и вот этот не сдавал прям ну я не знаю какую-то прям офигительную атмосферку этой карте что она получила вот такой дикий прям резонанс в плане игроков но потому что она очевидно всем прям нравилось прям прям вот серьезно по крайней мере я один из тот из тех игроков которые у нас раньше постоянно залетал на эту карту типа пытаешься как-то у нас нормально спуститься вниз у тебя это особо не получается ну значит тебе как говорится у нас особо не повезло ты у нас будешь лежать в минусе и ждать либо пока тебя вот эти вот низинные парни запылесосят либо соответственно побивают чуваки которые у нас стоят вот на тех вот кемперских позициях ну то есть опять же воспоминания у меня с этой карты достаточно тепленький это у нас получается еще ролик знает такой олдскульные истории от вайдера воспоминаний вот так же это вроде бы была первая карта у меня на которой я у нас обнаружил такой небольшой баг которых соответственно впоследствии приобрел достаточно такую активную соответственно свою части и составляющую здесь не было куска билборда или чё ну короче там было просто красная черная текстура и все в это выглядело достаточно крипово у меня даже ролик где-то на канале есть по этому поводу вот и ну такая фиговина но с другой стороны прям прикольная фиговина не знаю как вам и я до сих пор в восторге от всей этой темы был когда первый раз увидел и заснял и вроде даже первый выложил эту всю тему лично мне как ютубере эта штука очень сильно понравилась так ну и давайте у нас дальше переходим на и еще одну немаловажную карту которая лично по моему мнению сейчас не используется от слова совсем ну то нац она стала такая себе прям прям ну такая ну такая себе это грустно это больно это печально и мне за эту карту действительно как-то становится обидно вот потому что раньше это была у нас фарм карта да наверное уже многие у нас догадались но кто не догадался эта карта который называется полигон сейчас его можно создать только соответственно в про вариации и в прошке там конечно ребята и и еще создают она до сих пор пользуется популярностью но но есть одно большое существенное но я допустим как жуткий любитель этой карты раньше когда на нее попадал как-то вот заходил мне так нравилось так я кайфовал от этой карты блин ну что что это такое как можно было сделать настолько идеальную прям карту на которой хочется играть все снова и снова все снова и снова ну а сейчас вы понимаете да что эта карта у нас стала ну такая себе вот я показываю сперва старую вариацию старая вариация здесь такое захолустья соответственно имеется вот здесь у нас нету каких-то прям долгих проемчиков вон там вот как вот и у нас есть на и моем версии здесь у нас так же так же все компактненько а вот в этой области у нас нельзя особо покемпить кроме как раз таки позиции под мостиком ну и здесь у нас нет тоже такого выезда там у нас нет прям жуткого выезда который всех бесит но по крайней мере меня и как вы наверно понимаете эта карта у нас была создана для фарма потому что на нее влазил целых 16 человек и 16 человек могли здесь творить такую грязюку такие фонды раскачивать да и неимоверных масштабов и это опять же была такая неотъемлемая часть игры вот я наверно свое время посвятил фарму кристалликов на это карте года четыре так точно то есть четыре года я у нас постоянно даже наверно больше нету явно больше то есть сколько у меня канал канал уже пять лет до существует шестой год пошел то есть я непосредственно канале играю и до этого то есть наверное даже все лет шесть наверно семьи у нас на этой карте прям прям активненько играл активненько задротил полигон кстати у нас менялся уже не первый раз то есть это его не первоначальный вид первоначальный вид у него был связан тем что здесь не было краев вот этих вот стеночки можно было упасть прям взять и перекуркнуться туда и все ты у нас ничего не мог сделать делька говорится таких вот штучек где где соответственно тебе не пробраться практически не было но я имею ввиду вот вот упасть и так в пропасть то есть раньше было по всей карте по кругу вот это тоже было прикольно но окей добавили добавили все равно эта карта у нас осталась фармная что сейчас сделали с этой карты ну это просто какой-то вред бредятиной ну вот не знаю но как-то мне лично не нравится и давайте сейчас у нас зайдем чисто в какой-нибудь тот же самый список битв я более чем уверен что пацаны на цп до сих пор играют эти полигончики да вот они соответственно всего лишь четыре ой да какие четыре всего лишь три полигона ах три полигончика у нас пацаны играет вот и даже в то время когда вы точнее не то время а в это время когда в принципе про битвы у нас убиты полностью целиком и полностью не просто так знаете прям чуть ну чуть-чуть вот можно поиграть либо в мм либо в про битвы нет у нас карты убиты полностью и целиком то есть на ней сейчас нет никакого смысла играть но потому что а какой смысл играть на этих картах есть то у нас можешь в этой про битве допустим играть два часа и получить какие-нибудь десять тысяч кристаллов либо ты у нас можешь зайти просто в мм-битву отыграть две битвы полчаса и получить те же самые десять тысяч кристалликов ну как-то по-моему вот лично по-моему это немного несправедливо потому что все-таки но все-таки мое личное мнение что от карты это вот такая знаете достаточно интересная составляющая игры которая должна оставаться неизменной но орех на эту карту у нас всегда точил глаз помню в каком-то из видеоблогов ему предлагали делать карты не такие большие и он в пример как раз таки ставил в этот самый полигон что ну тогда вы будете все играть только на полигоне фармить соответственно кристаллы фармить опыт и не играть на других картах вообще ну в принципе да мы это будем делать потому что это и есть смысл игры никому не хочется проводить допустим два часа своей жизни на игру на карту огромную и допустим с этой карты у нас получить каких-нибудь три тысячи кристаллов и каких-нибудь три тысячи опыта и все нежели можно было зайти на полигон за те же самые два часа получить какие-нибудь десять тысяч опыта и десять тысяч кристаллов ну разница есть я так думаю есть вот почему я говорю такие цифры достаточно смешные возможно для нынешних реалий потому что раньше когда у нас не было соответственно удвоенных фондов настолько часто это их вроде бы не не под и у нас были вот но не часто их водили но тем не менее были они у нас везде вот удвоенного опыта никогда не было и удвоенный опыт мог получить только тот чувак который у нас себе приобрел приемку он получал почти два раза больше на 50 процентов больше то есть если обычный игрок у нас нафармит 10 тысяч опыта то тот чувак у нас нафармит соответственно 15 тысяч опыта если обычный игрок получает у нас 10 тысяч кристаллов то тот чувачок у нас получает 20 тысяч кристаллов а сейчас такая тема есть у нас практически на каждый праздник в мм вариации и по-моему по моему ну это такое себе дело лично опять же мое мнение можете меня осудить как-то со мной не согласиться но вот я вижу эти две карты именно убитым и разработчик в хламину полностью особенно обидно картки за полигончик вот от прям серии за безумие тоже пинза 2 карты обидно да я все сказал ладно это мы с вами будем заканчивать данный видеоролик кому он понравился обязательно ставьте ему свои царские лайки также не звать подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик чтобы ничего не пропустить но с вами был вайдер всем пока пока